Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Природа супер, но в номерах клопы и мошки. Что думают об уровне сервиса туристы, отдыхающие на Алтае? Выселяетесь и точка. Почему аварийный дом в Новоалтайске, где обрушился потолок, не спешат покидать жильцы? Не всеобщее счастье, а наводнение дворового масштаба. Новый фонтан в Барнауле затопил детскую площадку. Начнем выпуск с новости о социально-экономическом положении граждан. На Алтае растет число безработных. По сравнению с прошлым годом цифра увеличилась больше, чем в два раза. При этом пик безработицы ожидается в сентябре. Об этом сегодня сообщила начальник управления по труду и занятости региона Надежда Капура. В частности, она отметила, что на сегодняшний день на учете по безработице состоит более 34 тысяч человек. В то время, как в прошлом году их было порядка 17 тысяч. В ближайшее время ожидается новый наплыв обращений от безработных. По словам специалистов, к концу лета во многих сферах высвобождаются люди, которые были трудоустроены временно на сезон. Свою лепту внес и коронавирус. Многие работодатели стараются сохранить штат сотрудников, но без сокращений все же не обходится. Спрос на должности, IT-специалистов, работников образования и здравоохранения, а также инженерные специальности уже превысил предложение. На одну вакансию претендует в среднем три сотрудника. Профильное ведомство принимает разные меры поддержки безработных и инвест-программы для создания новых рабочих мест. У нас в регионе сегодня и в рамках индивидуальной программы развития Алтайского края, недавно принятой правительством Российской Федерации, практически все мероприятия этой программы направлены на реализацию инвестиционных проектов с целью создания новых рабочих мест, с целью увеличения доходов наших граждан. Надежда Капур отметила, уровень безработицы в крае начнет падать к концу этого года. Она так называемая «Платон» выйдет только к 2022-му. Кстати, в сфере туризма в летнее время занят каждый десятый житель нашего региона. В этом году спрос на турпоездки на Алтай и Республику Алтай небывалый. Он вызвал резкий рост цен на туры. При этом ни инфраструктура, ни уровень сервиса заметно лучше не стали. Чем чаще всего недовольны туристы из разных, в том числе отдаленных регионов страны, и что нужно срочно менять для развития индустрии, расскажет София Яценко. Насладиться экстримом, природой и комфортным отдыхом. В этом году наплыв туристов на Алтай такой, какого не было последние пять лет. Вот только ожидания порой далеко от реальности. Цены, мягко говоря, кусаются. Номера вип-уровне от 4 тысяч. Эконом-класса не меньше 500 рублей за сутки. При этом удобств даже элементарных часто нет. В костер пожечь и пожарить элементарный шашлык. То есть для этого нужно ехать куда-то покупать? Да. Я с того леса тащила? Да, ходили через дорогу, чтобы принести дрова. На турбазах эконом-класса, говорят отдыхающие, цена за проживание по сравнению с прошлыми годами выросла почти в три раза. А вот условия стали только хуже. Клопы были, мошки какие-то. В общем, было не очень приятно. Ну и скажу, что если судить по ценам в этом году, с прошлым, то в этом году они завышены. То есть, судя по прошлому году, ну грубо говоря, за сутки с человеком 600 рублей было, да, то бунгало, которое мы снимали, в этом году нам сдали полторы тысячи за сутки с человеком. Ну, это того не стоит в этом году. Этим летом в парк отель Ая нанял молодой персонал, который не выполняет своих обязанностей. В номерах грязно, даже ручка на двери в санузел была вырвана. Отсутствовала некоторая мебель по сравнению с прошлыми годами, не было даже стульев. Во многих коттеджах не работал телевизор, на что администратор сказала, что мастера у них сейчас нет. Она вызовет кого-нибудь. И этот мастер пришел через два дня, когда мы уезжали. Было написано, можно рыбачить. Ну, собственно, для этого мы и поехали. Когда приехали, нам сказали, что рыбалки нет. Ну, вы можете порыбачить, но за один килограмм пойманной рыбы – две тысячи рублей. Ладно, потом предложили порыбачить и отпустить. Мы согласились. Стоило это 500 рублей. Итог. Мужу дали удочку, он поймал одну рыбу, и удочку забрали. Ничего не объяснили, что это не рыбалка, а так, ради фото, так сказать. Хочу сказать одно. Просто сдирают деньги и ничего не объясняют туристам. Очень неприятный осадок остался. Я вот банкомат не могу найти. А наличка закончилась? Побольше бы. То есть проблемы с банкоматом? Ага, либо чтобы все услуги были через безналом. Жалуются отдыхающие не только на уровень сервиса и качество обслуживания, но и на безответственность сотрудников, от которых нередко зависит жизнь. Так, одна из туристок рассказала, что во время сплава по Катуне перевернулся рафт. При этом инструктор не смог оказать никакой помощи и не меньше других растерялся в экстренной ситуации. Благо все остались живы. Впрочем, хватает и трагических случаев. Виной всему, считает президент Федерации спортивного туризма Алтайского края Евгений Горбик, отсутствие какой-либо подготовки таких сотрудников. Изменить ситуацию призван законопроект, который в июле в первом чтении приняла Госдума страны. Если его одобрят окончательно, то инструкторы, гиды и проводники впредь будут обязаны проходить стажировки и обучение показанию первой медицинской помощи. Без них нельзя будет получить соответствующую аттестацию и удостоверение. До сих пор за квалификацией таких сотрудников никто не следил. Все требования имеют рекомендательный характер. Что касается добросовестности турбаз, власть региона, оказывается, контролировать их не обязаны. Впрочем, в 2022 году все гостиницы должны подтвердить категорию звездности. В Алтайском крае из 520 средств возмещения на сегодняшний день в соответствии с поэтапным прохождением классификации звезды должны иметь порядка 200 объектов. По факту, классификацию прошли 73 из них. Выходит, только порядка 40% гостиниц на Алтае официально отвечают необходимому уровню качества. Остальные не могут или пока не хотят работать над повышением качества своих услуг. Вот только без развития инфраструктуры и создания действительно комфортных условий, говорят отдыхающие. Далеко не дешевый отдых на Алтае останется разовой поездкой. София Яценко, Илья Халякин. Вторая волна коронавируса в Алтайском крае совпадет с эпидемией Ольви. Об этом накануне сообщили в Роспотребнадзоре. По словам специалистов, сезон простудных заболеваний обычно приходится на середину сентября, когда свою работу начинают детские сады, школы, университеты. Как раз на это время инфекционисты ожидают приход второй волны коронавируса. Уровень охвата населения вакцинации должен быть в Алтайском крае порядка 60%. Прошлый год это было 52%. Это как раз таки та профилактическая мера, которая позволяет снизить интенсивность распространения инфекции, снизить тяжесть протекания заболевания и при наслоении двух инфекций, наверное, с меньшими проблемами и потерями выйти из эпид-процесса. Если верить официальной статистике и опустить тот факт, что в крае перестали тестировать на COVID-19 людей с признаками ОРВИ, то за сутки в регионе зафиксировали всего 95 новых случаев заражения. Это лучший показатель за последний месяц. Таким образом, начиная с марта в Алтайском крае выявили уже 9528 зараженных жителей. В ковидных больницах сейчас находится 896 пациентов, лечатся на дому 928 человек. Детские поликлиники должны заработать в плановом режиме в ближайшие две недели, пояснили нам сегодня в Минздраве регионом. Специалисты подчеркнули, воспитанники детсадов смогут пройти тест на реакцию МАНТУ в припивочных кабинетах медучреждений. Как рассказали в Минздраве, это единственный анализ, который сегодня потребуют в садах при поступлении. Полный медосмотр детей проводить будут позже. Те специалисты, какие были бы необходимы, но они сейчас недоступны, потому что ситуация по ковид. Значит, пишется в плане наблюдения все рекомендации об осмотре данными специалистами. Они будут в обязательном порядке сделаны, но несколько позже. Но до конца 2020 года, когда изменится эпидемиологическая ситуация. Родители же детей, которые идут в сад впервые, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства через колл-центр или регистратуру. Обращение передадут участковому педиатру. Он свяжется с родителями и даст разъяснение о том, как заполнить необходимую медкарту для детского сада и где сдать анализ на реакцию МАНТУ. А вот тест на коронавирус, пояснили нам, совсем не обязателен. Потенциально больных детей сегодня выявляют по общей базе лиц, контактировавших с больными. Продолжим выпуск. Железная дорога, стройка и все по соседству с жилым домом. Речь идет о проблемном здании в центре Новоалтайска. А недавно в этом доме обрушилась часть потолка и чуть не убила маленьких детей. Их мать боится, что это когда-нибудь, но случится. Тему продолжит Ирина Корчагина. Только-только ребенок спала. Когда дождь, у нас спина, все течет. Вплоть до того, что мы закапливаем соседки. Саму жил, побоялись, мастера залазить наверх. Несколько не боимся, просто под конкурировать. Юлия в один момент чуть не лишилась двоих детей. Теперь вся семья спит валетом на одной кровати. Женщина приобрела эти апартаменты в 2015 году под материнский капитал. Дом в центре Новоалтайска построен еще в 1936 году. В нем поехали окна, фундамент, дышат наладан крыша. В 2017 году здание признали аварийным и пообещали до 28-го года расстелить всех жителей. Пока никому не выделили новое жилье. В администрацию позвонила, когда вот только обвалилась. Администрация надо мной, там посмеялись. А когда вы купили? Я говорю, в 15-м. Я говорю, в 15-м году под материнский капитал. Она мне, ха, вы че, и че вы мне смешите-то? Она всегда вы его покупали. Мне на что хватило, то я купила. Ремонт у новоселья здесь ждут и те, кто живет на Октябрьской. 18 более 20 лет. Я вот здесь спала, просыпаюсь, на голову капает дождь. Мне аж страшно, думаю, это я на улице что-ли сплю. И вот это вот скоро упадет вот здесь вот, уже заметно, что. Прямо оно больше и больше становится, все шире и шире. Ну, правда, как сиськи висят, че скажешь. Ну, вот они, вот они большие. Большие формы приобретают и проблемы с расположением дома. Примерно в 100 метрах железная дорога. От такого соседства трясет уже не только людей, но и сам дом. Соседка лежала вот в обнаде, в больнице. Неделю лежала, у нее диван, а стены на седьмой перейдут. А недавно рядом еще и началась стройка. Люди боятся, как только здесь начнут вбивать сваи, их дом сложится, как карточный домик. В администрации Новоалтайска заявляют, тут либо ждать до 28-го года, либо снимать жилье. Всем собственникам было направлено уведомление о том, что в срок до 1 июля 2018 года собственникам необходимо провести отселение из занимаемого помещения. Очевидно, что люди купили жилье в этом доме не от хорошей жизни. И если бы у них были лишние деньги на аренду, они бы уже давно сняли квартиры и без совета чиновников. А еще, очевидно, когда-нибудь блуждающий дом не выдержит и махнет вслед проезжающему поезду. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, День с толком. Женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения сбила насмерть шестилетнего ребенка, могут отправить в СИЗО. Этого требует прокуратура края. Инцидент произошел 26 июля. Шестилетний мальчик шел по обочине. Автомобиль не просто сбил, а прижал ребенка к столбу. При этом женщину-водителя Новоалтайский городской суд поместил под домашний арест. Родителей погибшего ребенка такое решение возмутило. Они через соцсети требовали заключить ее под стражу. И вот накануне прокуратура решила обжаловать вердикт суда. 6 августа Алтайский краевой суд рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения. Виктор Томенко поручил профильным органам власти принять меры, чтобы не допустить трагедии, подобных тем, что произошли на прошлой неделе в Алтайском крае. Это не только смертельное ДТП шестилетним мальчикам, но и убийства на Старом базаре, отравления семьи Кременских, а также пожар на Турбазе. Накануне губернатор заявил, что муниципалитеты должны проводить системные проверки безопасности – дорожной, пожарной, общественной. Например, главе Барнаула Вячеславу Франку поручено провести анализ самых напряженных общественных мест Барнаула, в которых потенциально могут произойти драки. В частности, речь идет о клубах. Проверка инфраструктуры коснется и сферы туризма. В Алтайском крае в этой отрасли работают порядка тысячи предпринимателей. Также в ближайшее время в регионе планируется провести рейды МЧС, полиция и Роспотребнадзора. И вновь о парковочных войнах. В редакцию обратились жители одного из многоэтажных домов индустриального района. Три недели назад в их дворе появилось несколько новых парковочных мест со свежей щебенкой и цепями. Оказалось, не для всех незаконно. По крайней мере, так утверждают те, кто практически лишился возможности парковать свои машины у дома. Почему управляющая компания не желает вмешиваться в разборки и на чьей стороне правда, мы в очередной раз пытались выяснить. Стоим на той самой парковке. Новая щебенка, довольно много места. Правда, для избранных. Наталья свое авто здесь поставить не может. Три недели назад несколько мужчин пинали по ее машине, призывая тем самым владелицу убрать автомобиль. Наталья, выбегая, успела мужчин сфотографировать. Буквально в грубой форме, силой заставили меня убрать свою машину. Я говорю, а у вас какие основания? Почему вы будете здесь ставить? Мы живем в этом доме. Я живу, говорит, в этом доме, здесь моя машина, я буду здесь ставить. Мужчин не смутил тот факт, что Наталья тоже живет в этом доме и является старшей одного из подъездов. Не волнует их, судя по всему, и мнение других жителей. Это же не просто теперь захваченная земля. Это как бы, как сказать так, акт невежества по отношению к своим соседям. А вот вы где, Данил, ставите свою машину? Есть где? Ну вот где придется. Как нам сказали, пожалуйста, тут же не закрыто. Но опять же, все же опасаются того, что я поставлю, а утром встану, а у меня колеса проколаны. Потому что люди непредсказуемые, как бы сказать, такие агрессивные. На агрессию Наталья решила пожаловаться участковому, но пообщаться за три недели с ним так и не получилось. Трубку никто не берет. Ответ от руководителя управляющей компании на действия соседей тоже удалось получить не сразу. Лишь спустя время письменно было подтверждено, что парковка незаконная и подлежит демонтажу. Узнать, кто этим должен заниматься, нам не получилось и сегодня. Двери управляющей компании Натальи и нам не открыли. Не удалось и докричаться. Карина, будьте добры. А управляющая здесь? Пригласите нам ее, пожалуйста. Мы уже знаем, как общаться. Мы уже знаем, как нужно. Все ходы и выходы уже все изучили. Наша героиня утверждает, что управленцы просто закрыли глаза на действия людей, которые оборудовали парковки не для всех. А может и вовсе они с ними заодно. А вот юристы утверждают, что управляющие компании в таких случаях часто не хотят вмешиваться в разборки между собственниками. Ведь подобные споры, как правило, долго тянутся и вставать на чью-то сторону управленцы не хотят. Надо обратиться просто-напросто в суд с иском о демонтаже, то есть возложении обязанностей демонтировать незаконную постройку. То есть, получается, управляющая компания здесь, если она не хочет принимать участие, то она и не должна ничем заниматься? Ну, то есть мотивировать ее может получиться дольше, нежели обратиться с самостоятельным иском. То есть вот те люди, которые недовольны произошедшим, могут сами пойти с исковыми требованиями, и это будет просто быстрее. Кстати, по словам тех же юристов, подобные судебные разбирательства не редкость для индустриального района Барнаула. Автомобилей здесь становится все больше, а парковочных мест во дворах все меньше. И чаще всего в результате судебных разбирательств незаконные парковки сносят. Ведь решений собрания жильцов о появлении подобных мест во дворе, как правило, нет. Как и нет разрешения со стороны пожарного надзора. К тому же есть активисты, подобные Наталье. А она намерена отстаивать права оказавшихся вне парковки жильцов до конца. Подписи с трех подъездов уже собраны. На очереди поход в прокуратуру и жилинспекцию. К слову, после появления парковок во дворе у жильцов появились сомнения в целевом расходовании средств жильцов, которые можно было потратить на ремонт, к примеру, старых подъездов и замену лифтов. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. А еще барнаульцы жалуются на изменения маршрута одного из городских автобусов. Люди недовольны тем, что его путь стал длиннее, а саму маршрутку порой не поймать. В вечернее время ждать приходится не меньше часа. Тему продолжит Никита Ермаков. 29 маршрут. Один из самых востребованных в городе. Его путь начинается из спального района, затем пролегает через центр города, на Змейногорске и снова в спальные районы. Его пассажиры, правда, в последнее время все чаще высказывают недовольство. Автобус стал неуловимый. Вечером его практически не дождаться. Ну, 29-й это самый редкий автобус, который есть, потому что я вот учусь в медиа и в краевом, мы все время ждем на остановке. Очень долго едут и плюс много народу всегда при этом. Поэтому, да, в 29-м есть проблемы некоторые. В городском комитете по транспорту объяснили неудобства временные причина ремонта дороги в ленточном бару. При этом специалисты опровергли сокращение машин на маршруте. В письменном ответе обозначили, каждые 6 минут в час пик и каждые 18 минут не в пиковое время ходит 29-й автобус. Всего на маршруте 24 машины. После 20.00 пассажиропоток резко снижается. Поэтому в целях исключения выполнения автобусами рейсов без достаточного наполнения салона пассажирами количество подвижного состава на линии сокращается, а интервал движения увеличивается. Вечернее время, самый час пик. Мы вместе с другими горожанами стоим на остановке. В итоге лично убедились, 29-й можно встретить не каждые 6 или даже 18, а лишь с интервалом 40 минут. Ожидание в 8 раз дольше обещанного чиновниками. Люди просят ответственных, не можете вывезти на линию дополнительные маршрутки, то хотя бы обеспечьте курсирование всех машин, которые должны ежедневно обслуживать данный рейс. Никита Ермаков, Александр Антропов. День с толком. Пешеходный фонтан мешает пешеходам. В Барнауле пару месяцев назад довольно помпезно открыли светодинамический фонтан, уникальное для города явление. Но сейчас из-за него затоплена детская площадка и на газоне стоит вода. На месте побывала Дарья Эйдемиллер. Ей слово. В жару в небольшом сквере на панфиловцев теперь всегда людно. Это благодаря фонтану. Тестовые его запускали еще прошлой осенью. С начала лета он работает практически каждый день. Не включают, только в дождь. Но к удивлению вышло не всеобщее счастье, как можно было бы подумать, а потоп. Скоро здесь лягушки. Наверное, перед вашим призом только убежали. Заквакивает. А на той стороне детская площадка сделана. Там вообще ребятишки не гуляют, потому что там полночью вон даже вода стоит. За ночь не высохла. Как долго вода стоит уже? Ух, неделя. Дня четыре. Да? А здесь недели две уже стоит. Дети индустриального района могут почувствовать себя героями библейских мифов. К детской площадке пройти можно только по воде. Ну, буквально. Виной тому красивый пешеходный фонтан. В округе его все любят. Вода из-под земли выбивается, но обратно почему-то не уходит. К аттракционам не подступиться. Но детей и их родителей это не особо беспокоит. Мы специально приходим сюда покупаться, чтобы дети побрызгались. Из-за воды приходим сюда. Сейчас, конечно, очень хорошо, очень красиво. Конечно, смущает вот лужи, которые получаются около фонтана. Потому что ни на площадке не поиграть. То есть вот какой-нибудь вокруг фонтана слив, да, что-нибудь подобное. Когда мы утром приехали к фонтану, там работали наладчики, чистили форсунки. Из-за чего они не работают, как должны? Блин, ну честно сказать, как я не могу. Я не техник в этом. Дети активно здесь играют, пережимают форсунки. Соответственно, вода остается вне чаши фонтана. Плюс ветровые есть нагрузки, которые тоже струи воды фонтана относят за его пределы чаши. Необходимо немного доработать, а по сути просто установить лотки по периметру чаши фонтана. По словам специалистов мэрии, проблема была в проекте. Из-за его несовершенства система работает неправильно. Вода не уходит. Дополнительную чашу начнут устанавливать уже на следующей неделе. Обещают закончить за 14 дней. Все это время фонтан работать не будет. Кстати, чтобы не приходилось больше гулять по воде, потратят еще около 100 тысяч рублей. Дорида Миллер, Илья Халяпин. День с толком. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Валар». Спасибо, что остаетесь с нами. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok